Об управленческом составе на Кубани мы говорим сегодня и наш собеседник, начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк. Геннадий Стрюк, здравствуйте. Конкурс лидера Кубани «Движение вверх». Если говорить о возрасте, в процентном соотношении какая категория людей преобладает на конкурсе? Более опытные или совсем молодежь? Ну, наверное, пропорционально она все-таки делится по последней аналитике, по последним данным, что до 35 и до 35, наверное, до 45, вот эти две основные категории. Я бы сказал так, 27-35 и 36-45. Это, наверное, самая активная аудитория. Но я могу сказать, что 50-55 коллеги не менее активные. Это вот в 2019 году таких участников стало гораздо больше. Может быть, в связи с пенсионной реформой, может быть, еще с чем-то. Но люди приходят и показывают уровень крутых знаний, серьезных багаж, опыта управления, харизму и желание двигаться дальше. Ну, и что, что мне 55? Ну, у меня идею еще миллион, понимаете? Вот это круто, вот это важно. И молодежь, что у них учится, начинающие управленцы, они видят, как там хороший руководитель, крепкий, решают этот вопрос. Да, у нас на финале, в 2019 году была задача, помимо решения кейсов, помимо тренировок, спикеров и так далее, в течение дня, использовать только телефон и интернет, организовать какое-то действие каких-то людей за пределами. Вот, здания, мы на классе были, флешмоба? Ну, флешмоб, но полезный. Я бы не сказал флешмоб, просто сделать, организовать нечто полезное, вот, скажем так, в духе тех проектов, которых они защищали. Были участники, которые в течение полутора часов, используя телефон, там, интернет, смогли, то там порядка 30 городов России, вот, и даже, по-моему, один иностранный город какой-то, я не помню, честно говоря, организовать какое-то мероприятие, что-то они делали, по-моему, они, там, просто тупо собирали мусор лишний и, там, вот, его куда-то несли. Это, наверное, самое простое действие, им же нужно было это придумать, быстро организовать, а ну-ка подумай, как сподвигнуть других людей, которые, там, чем-то заняты, да, в рабочий день, что-то сделать. Это тоже умение дистанционно решать проблемы, задачи, вот, поэтому баланс возраста, он позволяет получать энергию молодых для тех, кто, там, скажем так, уже прожил определенный, да, период времени, а для молодых получать классный опыт, как совершать или не совершать, вот, те ошибки или те решения принимать, которые коллеги принимали. Они же, там, поконкурировали, пообщались, потом делятся мнениями, как, а вот, как ты, а как ты, да, вот, когда у тебя за плечами, там, огромное количество проектов серьезных, крупных, там, то ты, конечно, знаешь, как бывает на практике, да, одно дело конкурс, вот, победа в конкурсе и участие в нем ничего не означает для тебя, как только понимание, где ты сейчас находишься, да, вот это самое главное. И люди понимают, хотя поначалу, вот, было прям трудно объяснять, что это конкурс, не на должности, мы тут не играем, чтобы отобрать кого-то и, там, насильно устроить ради пиара, нет, ни в коем случае. Губернатор сразу задачу поставил, конкурс, это конкурс, это площадка, отрабатывайте, ищите, проверяйте, тренируйте людей, но выходить должны люди по логике. Если ты всегда в сельском хозяйстве поработал, и у тебя есть задатки управленца, все, надо рассматривать эту область и смотреть, где ты сейчас, и где ты сейчас пригодишься. Если ты хочешь выше, что, какие шаги тебе нужно сделать, чтобы потом прийти сюда, ну, вот, поэтому вот так все и строится. Я так понимаю, у вас программа конкурса меняется же каждый раз, кто это все придумывает? Ну, заказ главный на те компетенции, которые нам сегодня интересны, мы анализируем потребности органов власти, потребности муниципальных образований. Ну, вот у нас, можно так сказать, что служащих в системе местного самоуправления и на госслужбе работает порядка 20 тысяч человек, да, ну, то есть, большая команда, достаточно серьезная. И с учетом мы анализируем текущее состояние и тренды, которые сейчас актуальны на госслужбе, да, ну, мы видим, как система госуправления реформируется после, там, обновления правительства, будет очень много нового, интересного. Наше управление работает над приоритетной программой госуправления третьего поколения, это как раз, которая в рамках концепции 20-30. И мы анализируем те компетенции и навыки, которые сегодня будут и завтра будут интересны нам в госслужбе. И делаем заказ, у нас там конкурсные процедуры проходят по лидерам. Последние два раза принимали участие ученые, исследователи, разработчики Кубанского госуниверситета, они разрабатывали, скажем так, движок проекта. Вот мы вкладываем свои потребности, что нам нужно, какого качества людей нам интересно видеть на госслужбе сегодня. Они уже под это разрабатывают методики, они их оттачивают на студентах, работают с ними. То есть очень непростая структура, потому что это же не просто провел тестирование, дал нам результаты и все. Они анализируют в течение полугода практически каждого человека. Это огромная работа. Представьте, 5000 человек, это тестирование, это каждому человеку нужно дать обратную связь. Ну, хорошо, мы также идем в духе времени и автоматизируем процессы. Сейчас уже система сама выдает обратный результат, когда ты тестирование проходишь, ты вот на те или иные ответы получаешь, скажем так, какие-то установки. Какую литературу почитать именно тебе с учетом твоих ответов? На что обратить внимание там, ну и так далее. То есть очень разветвленные ответы. Поэтому, да, факультет управления психологией, он прям профильный для нас вот в этой работе, в этом конкурсе. И они, конечно, очень хороший контент готовят. Они чувствуют, как вот сейчас вся эта материя меняется, да, и они участвуют в работе по созданию стратегий муниципальных образований, социально-экономического развития. Поэтому, в принципе, очень хорошо понимают, ну, какие люди, какие кадры там нужны. Но и мы не забываем про наших коллег из бизнеса, все-таки экономику и систему формируют люди, не важно, где они работают сегодня. В системе госуправления или создают какой-то продукт или услугу. И нам одинаково интересно, чтобы и там, и там люди были с единым мышлением и желанием развиваться. Вот я считаю так, что даже сейчас вот те молодые управленцы, которые только начинают свой путь, кто-то будет работать в структуре бизнес-компании, кто-то будет работать на госслужбе. Но если у них единые стандарты, там, в рамках конкурса, да, хотя бы, стандарты честной конкуренции, стандарты желания добиться результата, но не разрушая что-то рядом вокруг, это круто. То есть, вот мы, может быть, закладывая компонент такой, мы в будущем немножко избегаем вот этого непонимания бизнеса и госсистемы. Когда всегда одни говорят, ну вот нас душат, другие говорят, нас обманывают и так далее. А здесь, когда ты, ну все равно я делаю такой возврат к системе комсомола, к системе формирования кадров того периода советского. Все равно, когда вот ты комсомолец, мы были вместе на трудовых где-то отрядах строительных, мы строили что-то, городки эти. Кстати, остается понимание того, что таких, как я, много по всей стране, ребята созидательные, ребята, которые хотят строить, создавать. И когда вы встречаетесь где-то, да, даже по разные стороны там службы, ты понимаешь, что человек близок тебе по духу, потому что он основной своей целью ставит развитие, созидание и улучшение там жизни своей. Ну, корень один, да. Да, конечно. И вот это тот ценный, тот культурный слой, который нам сегодня этот проект дает. Вот вы так случайно обмолвились, а мне интересно, что за госуправление третьего поколения? Ну, у нас в крае существует концепция социальной, стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 30-го года. В рамках нее есть ряд флагманских проектов, один из них «Умная Кубань. Лидеры будущего». И вот в рамках этого проекта большого есть несколько программ, которые развивают предпринимательскую среду, научную среду. Есть приоритетная программа госуправления третьего поколения, в рамках которой закладываются, скажем так, новые смыслы. Как раз вот то, чего мы начинали, да, как управлять, как эффективно управлять и как создавать для жителей качественные сервисы, которые сегодня государство дает. Вот, скажем так, из чего система госуправления 3.0, да, складывается концептуально. Если раньше у нас была больше административно-командная система, когда вот есть задача, поручения, приказы, выполнения, все. Есть сетевая модель, да, вот она и бизнесовая, когда решения принимаются, так скажем так, в разреженном пространстве. Вот, когда ты можешь создавать проектные команды, когда они независимо функциональны. И есть, скажем так, третий путь, когда сочетаются в моделях управленческих госслужбы и проектные команды, и функциональное управление, и дополнение, скажем так, некоммерческого сектора. Когда вот мы начинали, да, что это четвертый компонент, очень важный, который позволяет взвешенно не только доносить информацию людям, но еще и создавать решения на основе, скажем так, данных людей, которые поднимаются от людей через некоммерческий сектор к нам сюда. И здесь тут задача создать, постепенно сформировать новый стиль управления, который будет позволять решать задачи гораздо быстрее, качественнее, чем они есть сейчас. Да, то есть, а это, наверное, и навеяно новыми цифренными сервисами, когда ты можешь пообщаться с человеком за одну минуту, а раньше тебе пришлось бы ехать или звонить по телефону, долго ждать, объяснять. Сейчас видеосвязь, все это существует. Вот, наше управление предложило семь проектов в рамках этого госуправления. Это и как раз проект «Лидерок Бани», который зашел, как такая большая тренинговая кадровая площадка. Это кадровый форум, который также в прошлом году собрал порядка полутора тысяч человек, и в этом году мы планируем его уже сделать в формате Южного федерального округа, потому что коллеги, которые приезжали на форум, они действительно очень высокого уровня. Также это создание такого некого корпоративного центра госслужбы. Это будет учреждение, которое будет заниматься развитием государственных и муниципальных служащих. Вот, мы такой корпоративный университет, который сейчас создается, любая там уважающая себя крупная корпорация, такой корпоративный университет создает. Многие регионы такие университеты создают. Для чего? Для того, чтобы в формате нон-стоп, онлайн, насыщать наших служащих новыми компетенциями. Вот есть у нас образовательные программы долгие, да, ты должен отучиться несколько месяцев, получить там диплом определенный. А есть навыки, которые требуют трех-четырех, может быть, занятий, встреч открытых, и ты сразу можешь применить у себя на рабочем месте. Вот центр помимо этого будет и оценкой персонала заниматься, и подбором, поиском для госслужбы, профразвития, там, психологи, которые могут чинить, уметь собирать людей, разбирать обратно. Это тоже очень важный момент, потому что никто особенно в пылу, наверное, очень больших, серьезных задач не анализирует моральное состояние коллектива, которое необходимо профессионально модерировать, скажем так. Также вот в эту программу вошли проекты наши создания единого кадрового портала. Это сайт, на котором мы соберем все кадровые технологии, аналитику, информацию. В перспективе мы планируем там сделать модули обучающие, чтобы каждый сотрудник, не отрываясь от рабочего места, мог пройти тот или иной курс, направленный на решение какой-то конкретной задачи. Начиная от курса молодого бойца, когда ты впервые приходишь на службу, ты не знаешь, как все устроено, с чего начать, ты в лица людей не знаешь и так далее. А программа, как путеводитель, тебя каждый день понемножку, по 10 минут раскрывает твои знания о системе. И вот так по ступенькам, по иерархиям дальше. Ну и еще там ряд направлений интересных, которые... А у меня там, кстати, на стенке вывешены основные проекты, которые мы в рамках госуправления двигаем. Ну и, конечно же, проактивность. Да, вы знаете, есть такие два формата. Реактивное управление, если там проактивное. Проактивное – те, кто заранее пытаются решить эту проблему, которую реактивные товарищи тушат уже по факту действия. Это тоже очень важно. Ну и в целом госуправление собрало в себе очень много разных технологий. Я думаю, что каждый из нас, да и вы в том числе понимаете, что что-то должно меняться. Там придешь в бизнес, посмотришь, как у них там устроено, да, принятие решений, эффективность. Каждый думает про результат, каждый думает про эффективность. У нас иногда, может быть, процесс берет верх над результатом. И мы должны также от этого постепенно отходить. За каждой бумажкой, за каждым действием должен быть понятный, четкий результат. И нам нужно научиться его подсчитывать. Нам нужно понимать, сколько каждый сотрудник сделает полезного труда. Вот сколько там кирпичей он произведет, да, за год. Это же и для него удовлетворение, когда он понял, что он тысячу кирпичей за год я произвел, все, вот мой КПД. Или же он просто 31 декабря закрыл кабинет, ушел, как будто ничего не было. Пришел там в январе, и все началось заново. Хороший он был, плохой, непринципиально. От этого тоже нужно отходить. И система госправления 3.0, она также закладывает себе вот эти новые техники постепенного реформирования от управленца до исполнителя. То есть, наверное, так можно было бы этой теме отдельную программу вообще посвятить. Потому что мы сейчас находимся на стадии такой начальной. В прошлом году мы эту группу возглавили, мы эти проекты предложили. В этом году, я думаю, к осени мы сможем видеть какие-то первые результаты развития вот этой программы. Поэтому будем готовы поделиться с удовольствием. Все-таки вы делаете ставку именно на людей, я так понимаю. Да, нашу программу кадровой политики. Цифровая экономика, да, там оптимизация каких-то производственных процессов. Часто бывают случаи, когда люди становятся не нужны. Но вы, я смотрю, целенаправленно делаете ставку именно на людей. Вы перевоспитываете новое поколение управленцев, я так понимаю, чтобы заменить старые? Нет старого, нового. Состав постоянно обновляется. Это процесс такой длительный. У нас очень крутые управленцы, как я уже говорил. Поэтому вопрос ни в какой не в смене. Вопрос в том, что мы должны формировать людей, готовить как раз к сфере управления. И мы тоже учимся. Ведь когда ты управление среднего звена, да, это же не значит, что ты застыл и тебя нужно менять. Нет, тебе нужно дать площадку для того, чтобы ты мог сам совершенствовать свои навыки. Мы скорее создаем площадки, на которых управленцы, начинающие, состоявшиеся, могли бы повышать свой уровень на основе тех новых веяний, которые у нас сегодня со всех сторон окружают. Начиная от проектного управления, цифровых технологий и до уже более таких серьезных моментов, как большие данные, искусственный интеллект и все остальное. Нельзя игнорировать. Уже это давно не мифы, не сказки. Это все работает. Просто где-то, может быть, наукоемкие компании бизнесовые осваивают быстрее эти технологии. Нам требуется чуть больше времени. Но при этом мы, безусловно, за то, чтобы люди эти навыки осваивали. Как раз не за то, чтобы оптимизировать их, а за то, чтобы дать как можно большему количеству людей новых навыков. Если вы анализировали, то все современные технологии, помимо того, что они создают ситуацию, когда как бы человек не нужен, но при этом на 50 человек, чьи рабочие места уже заменены роботом, появляется 100 новых, где нужно управлять этими роботами, условно говоря, создавать интеллектуальные оболочки и все остальное. Просто я не думаю, что будут складываться ситуации в нашем регионе, когда цифровизация вытеснит людей. Не будет такого. Просто то, что можно отдать роботу, будет отдано, наверное, ему. Но появятся новые направления. Опять же, когда... Я недавно слышал интересные аналогии, когда были кучеры, когда были повозки, и людей возили на лошадях, и когда появились машины. Но так же появились шоферы, так же появились еще больше людей, которые обслуживают эту машину. Там огромное количество сервисов и так далее. То есть нет, индустрия будет расти, и самое главное при этом людям, сотрудникам, уметь вовремя, не то чтобы переквалифицировать, но поймать новую волну, которая тебе интересна, и научиться чему-то новому, вот эти навыки получить новые. А когда на госслужбе наши коллеги работают достаточно напряженно, не всегда у них появляется время думать о том, как развиваться, как там на шаг вперед. Они отдают себе полностью служению. И, конечно, должны появляться организации, как наш корпоративный центр, которые будут помогать, способствовать в то время, как человек работает над своими задачами, помогать ему развиваться дальше. Как вообще, в принципе, можно попасть на госслужбу? Не беря в учет конкурсы и ваши программы? Так, на госслужбу можно попасть с помощью, пройдя через конкурс стандартный, который бывает на госслужбу. Все это по 79-му закону госслужбы прописано. Ты на сайте, на федеральных сайтах, на краевых сайтах публикуются вакансии, вот, и ты можешь поучаствовать в конкурсе, пройти, то есть тебе нужно подать заявку, пакет документов, пройти тестирование и после пройти собеседование с комиссией. После этого участников, скажем так, конкурсантов, набравших наибольшее количество баллов и подходящих по компетенциям к тому или иному, да, месту работы, вот, они приглашаются на работу. Также бывают, скажем так, назначения из резерва кадров, когда, например, 10 человек пришло на конкурс, одного взяли на работу по этому конкурсу, еще троих взяли в резерв кадров, потому что они показали очень хороший уровень, но при этом, там, победитель конкурса есть. А потом из этого резерва кадров можно взять человека и назначить. То есть он такой лонг лист ожидания, который позволяет, ну, скажем так, быть на виду и быть в списках тех, кто будет назначен, если там появится ставка вакансии, так далее. Резерв управленческих кадров, он немножко другую специфику открывает для нас. Он позволяет сформировать резерв потенциальных управленцев, которых нужно готовить, которых нужно вкладывать, и при назначении руководителя, вот мы и смотрим эти резервы, чтобы, скажем так, видеть, кто уже был бы готов пойти вот в этот район, например, до кого можно было бы рекомендовать, предложить коллегам, а кого рекомендовать там в органах власти и так далее. То есть, а так, конечно, самый прямой основной путь – это поучаствовать в конкурсе органов исполнительной власти или муниципального образования, вот, и попробовать попасть на госслужбу. Все зависит, опять же, от мотивов, зачем, очень важно, почему мы кадровый портал разрабатываем, чтобы человеку было понятно, что такое госслужба. Нужно четко понимать, как здесь работает, какие здесь приоритеты, да, о том, что мифы, что здесь можно прийти, там, заработать, обогатиться. Я не знаю, где это происходит. Вот, честно говоря, это настолько бывает, обрастает у людей в сознании мифами какими-то, что тут приходится это разбивать. Ты приходишь на службу, не военную, но гражданскую, государственную. Ты должен упорно трудиться и успевать еще при этом что-то новое создавать, там, да, в духе времени. Поэтому люди должны идти на госслужбу с четким осознанием, что они идут служить, они идут работать на благо людей, на благо общества. Это вот очень важный момент. Иногда наши конкурсанты это выпускают из виду. Вот, хотя при этом я скажу, что у нас очень много людей идут в резервы кадров, у нас, я имею в виду на конкурсы, да, у нас всего по краю в кадровом резерве состоит более трех тысяч человек. Вот, то есть из них порядка 650 в резерве управленческих кадров Краснодарского края, там порядка тысячи в муниципальных резервах, вот, и в кадровом резерве также там более тысячи человек состоит. Вот, даже могу сказать точно, значит, 1298 человек состоит в кадровом резерве. Это вот этот большой лист ожидания, который позволяет оперативно тех, кто уже прошел конкурсную процедуру, назначать на должности 1404 человека в резерве управленческих кадров муниципальных образований. Вот у нас 44 муниципалитета, 426 городских и сельских поселений. Ну, я считаю, что это не такой уж и большой резерв пока, но нам самое главное не количество людей, которых туда мы привели, а их качество, их готовность в случае чего и переехать, и двинуться на новое направление, что-то освоить, учиться постоянно. В резерве они три года находятся, поэтому за это время их задача максимально подготовиться к новым назначениям. Такой формат. Но это же не значит, что они сидят и ждут, да? Они там тоже занимаются своей жизнью, работают. Да, но вот в резерве есть, например, позиция, на которую они претендуют, да? Ну, я имею в виду не конкретные, но группа должностей там, да, или, например, уровень управленческий. И, соответственно, помимо работы, они должны понимать, что если ты в резерве управленческих кадров, то тебя все равно наблюдают твои успехи на работе, количество закрытых проектов, количество там прошедших программ обучения. Все это очень важный момент, который анализируется при принятии решения. То есть он уже на виду, получается? Он на виду, и у него самого, соответственно, есть цель развиваться, показывать хорошие результаты, чтобы из этого резерва управленческих кадров быть когда-то назначенным на управленческую должность. Я понимаю, что очень многое меняется, но не могу не спросить, осталось ли у нас все-таки еще какие-то ситуации кумовства, устроиться по знакомству именно в управленческой деятельности, или мы уже от этого отходим? Ну вот в этом году, даже в прошлом году, появилась уже государственная информационная система в области государственной гражданской службы. Это такой большой шаг цифровизации кадрового делопроизводства и в целом кадровых резервов. Сейчас это крайне сложно сделать, потому что, я бы сказал, несколько факторов. Но ты когда кого-то берешь к себе в команду, ты предполагаешь, что надо пахать так, что как минимум как ты, а то и лучше, как этот руководитель. И беря кого-то просто так, чтобы человек сидел, мне кажется, эти времена проходят, если не прошли. Мы все меньше и меньше можем замечать тех, кто просто сидит и какую-то маленькую свою работку делает. Нет, сейчас, я же говорю, даже в связи с теми новшествами, которые происходят, человек пришел на работу, у него сразу огромное количество функционала, он должен учиться этому, параллельно видеть, что происходит вовне, какие технологии, как по-новому это сделать, новые задачи ставятся. Те задачи, которые сегодня губернатор ставит, нужно очень много энергии и самоотдачи, чтобы их реализовывать, потому что он видит структуру, он видит стратегию развития региона. И чтобы она была такой, как видит он, как он замышляет, нужно очень много работать. И тут действительно не думаю, что сейчас кто-то идет на то, чтобы кого-то просто так взять зачем-то. А какую ценность он даст, какой продукт он создаст полезный. Будет балласт, будет мешать, но это же сразу будет понятно и очевидно. Поэтому такие тенденции, мне кажется, они по стране уже уходят. Но видите, правительство, председатель правительства, человек очень эффективный менеджер, какие системы они создавали в налоговой службе. Ведь видите логику какую? Берут те, кто что-то умеет, что-то создает, у которых есть рвение к работе. И эта тенденция, она основная. Ведь поэтому и федеральный проект «Лидеры России» такую популярность имеет. Потому что нужны профессионалы. Профессионалы нужны на федеральном уровне. Они ищут людей на министерские должности, они ищут на высокий уровень. Но и для этого они создали такой большой фильтр. Не просто где-то тихо собрать команду какую-то, которая будет где-то работать, а публично, ярко, красиво. И СМИ всегда приглашаются на полуфиналы лидеров России, лидеров Кубани, чтобы увидели, как происходит подготовка этих управленцев, этих команд. И все лучшее сейчас мы пытаемся собрать, в том числе из этих передовых проектов, и уже внедрить у себя в нашей работающей системе государственного муниципального управления. Ну что ж, спасибо за интересную беседу. Всего доброго. Спасибо большое.